Полезный город Полезный город Полезный город Но месяц, с 10 февраля по 10 марта, мы взяли такой вот пилотный месяц и совместно с компанией ГИДА проверили тягу в дымоходах и вентоканалах в многоквартирных домах. Человек мог позвонить по единому номеру телефона 8 800 20 1004 и оставить свою заявку. По этой заявке выезжали наши специалисты совместно с компанией ГИДА и провозили все необходимые мероприятия. 42 заявки за месяц было обработано. И как результаты? У нас, могу сказать, что только в двух из 42 квартир отмечено достаточное значение воздухообмена, то есть тяга вентоканаля. В остальных случаях параметры были ниже нормативных, что как раз создает угрозу жизнью и здоровью граждан. То есть 40 объектов, получается, из 42 исследованных, так или иначе, они, жители своих, подвергали опасности, получается? Жители рискуют, да, в этих квартирах. И люди не знают об этом? Ну, теперь люди знают об этом. Мы людям подсказали, что им делать дальше, и, соответственно, тоже необходимые документы подготовили и в контролирующие органы предоставили. Сами будут жители заниматься решением этого вопроса, или как-то им должна помогать управляющая компания, или как-то вы им будете помогать? Выявили нарушение, и после этого какой-то пакет документов формируется? Сформировали пакет документов, направили его в Государственную жилищную инспекцию и в прокуратуру Кировской области для принятия соответствующих мер. Эта ответственность, содержание в исправном состоянии вентиляционных и дымовых каналов, является ответственностью управляющих компаний. То есть не жителей, не жильца. Да, то есть управляющая компания должна не менее трёх раз в год проверить это состояние, проверить тягу и сделать соответствующие выводы о пригодности этих дымовых каналов и принять соответствующие меры по устранению нарушений, когда они будут обнаружены. Но, к сожалению, управляющие компании, они к этому вопросу формально подходят, как мы говорим, на бумаге, и физически эти работы допускаем, что не выполняют. И поэтому мы жителей просим быть активными и на эту ситуацию тоже обращать внимание своё. То есть люди должны знать о том, что три раза в год управляющая компания должна прийти и проверить вытяжку? Да, должен в исправности вентиляционного канала проверить наличие воздухообмена, тяги и отсутствие различных там визуальных нарушений. Если управляющая компания этого не делает, житель? Может обратиться в надзорные органы, в надзорные органы уже выйдут предписания, и предписание, надеюсь, будет управляющей компанией не исполнено. А это может делать только управляющая компания? Или житель, например, помимо управляющей компании, если он беспокоится о безопасности себя и близких своих, может с кем-то дополнительно заключить какое-то соглашение, чтобы приходили и обследовали? Ну вообще житель может это сделать, но житель платит, наверное, за содержание общедомового имущества, да, это относится к общедомовому имуществу. И он вправе за эту плату потребовать качественного выполнения данного вида услуг. Ну уж если не получилось, то тогда рекомендуем обратиться в специализированную организацию, чтобы уже спать спокойно. Ну или в рамках проекта обратиться в нашу организацию, мы, соответственно, это исследование бесплатно организуем. Проект газобезопасности, он включал в себя только исследование вентиляционных каналов или что-то еще? Когда специалисты приходили, они ведь, наверное, безопасность, точнее, газового оборудования проверяли? Да, мы проверяли заодно и безопасность газового оборудования, различные соединения, присоединения, проверяли на утечке газа. Единственное, чем мы не занимались, так это обслуживание газового оборудования. Но вот все меры по безопасной эксплуатации, да, мы это смотрели и людям на это указывали, если они такие были. Мы как-то в одном из наших эфиров обращались уже к этой теме. Кто же должен все-таки следить за безопасностью газовой плиты или еще каких-то газовых приборов, газового котла? Это ответственность самого жителя внутри квартиры или это ответственность тоже управляющей компании? Внутри подъезда это ответственность управляющей компании, это внутридомовое газовое оборудование. Внутри квартиры это ответственность потребителя, ответственность жителя. Есть у нас нормативные сроки, в течение которых должно проводиться техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Собственник у нас жилого помещения обязан просто заключить договор на техническое обслуживание, независимо от чего. Вы обязаны договор заключить. Если вы договор не заключили, мы вас предупредим об этом. И, соответственно, если вы через 20 дней его не заключите, мы придем и отключим вам газ. Потому что безопасная эксплуатация в вашей квартире, она вообще влияет на безопасность жизни ваших соседей. Вы как собственники должны ответственно к этому относиться. Могу сказать, что на сегодняшний день для статистики по городу Кирова 81% примерно заключенных договоров. То есть примерно 19% договоров на техобслуживание по городу не заключено. То есть каждая пятая квартира или домовладение, получается, у них есть риск там, да? Есть риск, да. Мы этих потребителей знаем, кому-то попадаем, кому-то не попадаем. Но всех убеждаем договор на техобслуживание заключить, либо предоставить уже заключенный договор. Вы можете нас в рамках проекта пригласить, и если у вас договор не заключен, мы этот договор заключим. Код 49, по-моему, организаций на сегодняшний день специализированы, с кем можно заключить договор. Но в рамках проекта мы тоже можем заключить этот договор. И обращаем еще раз ваше внимание, что это ответственность именно жильца, не управляющей компанией, не скидывайте это на них. Да, внутриквартирное газовое оборудование – это ответственность жильца. К сожалению, этот вид деятельности сегодня не лицензированы, в принципе. Легко ошибиться. Легко ошибиться, и любой может сделать компанию, начать этим заниматься, не имея достаточного опыта и квалификации. Очень часто случаются ситуации, когда внутридомовым газовым оборудованием занимается одна компания, внутриквартирным – другая компания. Да, и вот происходит такая путаница. Мы свои предложения направили в правительство области для организации рабочей группы и рассмотрения всех вот этих вот тонких вопросов. То есть как раз один из вопросов – это закрепление концепции единого заказчика и единого исполнителя работ в каждом многоквартирном доме. То есть чтобы на один дом или на группу была одна компания, она занималась и внутридомовым, и внутриквартирным газовым оборудованием. Это должны быть какие-то нормативные документы приняты для этого, да? Да, конечно. Это, во-первых, должны быть приняты нормативные документы. Мы вообще, на самом деле, за лицензирование данного деятельности, потому что очень много несчастных случаев происходит. Я до сих пор, кстати, вот не могу поверить, что не лицензировано. Не лицензировано, да. У нас хорошее предложение есть, чтобы государственная жилищная инспекция на контроль взяла и была этим органом лицензирования, да, чтобы был контроль со стороны государства. У нас на сегодняшний день отсутствует реестр многоквартирных домов, в котором были бы размещены сведения о всех технических обслуживаниях, и вент-каналов, и внутридомового, и внутриквартирного газового оборудования. В других регионах это есть, у нас, к сожалению, пока в Кировской области нет. Мы за то, чтобы в Кировской области такой реестр появился, и каждый житель региона мог зайти на определенный сайт и посмотреть, когда по графику в его доме будут проводиться все эти работы, и кто будет являться исполнителем данных работ. Я надеюсь, что второй этап у нас закончится социального проекта, сейчас он проходит в городе Кирово-Чепецке. Сейчас мы про него поговорим. Да, и после этого уже мы все предложения окончательно сформируем, и я надеюсь, где-то с июня месяца уже плотно, ну, буквально через месяц с правительством начнем в этом направлении работать. В Кирово-Чепецке второй этап проекта газбезопасности, он уже идет или все еще можно к нему подключиться? Да, к нему можно присоединиться, он будет идти до 10 июня, когда мы в Кирове запускали проект, очень много из Кирово-Чепецка было звонков, а там, как вы знаете, большая часть домов это как раз многоквартирные дома. На сегодняшний день 12 заявок у нас уже есть, они также продолжают поступать на наш единый номер 8-800-2010-004, каждый человек может оставить заявку, мы в самое удобное время для человека придем, мы все посмотрим, и, соответственно, ему резюме свое дадим. То есть это не значит, что до 10 июня принимаются заявки, значит, все работы будут делаться после, уже в летний сезон. Человек оставляет заявку, специалисты будут. Да, мы максимально быстро ее отрабатываем, да, причем позиция компании такая, что мы не говорим там, ждите нас с 8 до 9, нет, человек говорит, мне удобнее, чтобы вы пришли в 19.00, мы придем в 19.00, никаких вопросов с этим нет, мы подстроимся под человека. Пока заявок не так много, есть возможность выбора времени как раз, поэтому чем быстрее вы обратитесь, тем больше шансов, что в самое-самое удобное для вас время придут специалисты. Ну и политика компании на сегодняшний день у нас такая, что мы подстроены под нашего потребителя, под нашего клиента, это касается не только текущих проектов, но и всех остальных проектов. Александр Юрьевич, а что делать тем кировчанам? То есть вот сейчас проект в Чепецк переместился, а тем кировчанам, которые не успели принять участие в проекте в Кирове, что делать? Ну они могут в Кирове также обратиться, и до 10 июня они тоже поучаствуют, мы свои работы скоординируем, и, соответственно, данное обследование абсолютно бесплатно проведем. То есть шансы еще есть? Шансы есть, да. Спасибо большое нашему гостю Александру Чиликину, генеральный директор Газпрома Межрегион Газ Киров и Газпром Газораспределения Киров, и до свидания. Спасибо, до свидания.